В Перми почтили память великого князя Михаила Романова. 12 июня 1918 года вместе со своим другом и личным секретарем Николаем Джонсоном брат государя Николая II был убит чекистами на окраине города. На одном из предполагаемых мест расстрела была совершена панихида. Великий князь Михаил Романов, сын императора Александра III, был привезен в Пермь весной 1918 года вместе со своим другом Николаем Джонсоном. В городе и сейчас сохранились места, где жил брат царя-страстотерпца. Он здесь обладал в Перми некоторой свободой передвижения и знал, конечно, какая уготована ему участь от новой власти. И будучи человеком смелым и отважным, он, конечно, мог бы решиться и устроить побег, но понимал, что его исчезновение осложнит участь его царственных родственников и прежде всего царской семьи, которые были под арестом. И даже в момент убийства князь проявил мужество, он не испугался, а он старался помочь и проститься со своим другом Николаем Джонсоном. Но вот место гибели представителя царского рода, прославленного русской православной церковью за границей в сонме новомучников, до сих пор не найдено, как и не обнаружены его останки. Часовня в честь небесного покровителя великого князя, святого Михаила Тверского, была построена на одном из предполагаемых мест жестокой расправы. Большевики видели в великом князе претендента на российский престол. С самого раннего детства великий князь Михаил Александрович воспитывался в любви и служении отчизне. И еще малым ребенком уже воспитывался в лучших частях императорской русской армии. В годы Первой мировой войны государь назначил великого князя командиром кавалерийской, так называемой, дикой дивизии, которая состояла из мусульман-добровольцев Северного Кавказа. Горцы полюбили великого князя, ведь он не стал отсиживаться в командном пункте, а всегда шел в бой наравне с остальными. На панихиде по великому князю молились глава Пермской митрополии, митрополит Мефодий, председатель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова и генеральный директор Ассоциации благотворителей «Белый цветок» Михаил Косачев. Богослужением открылись третьи ежегодные пермские научно-образовательные чтения «История императорского дома Романовых».